Друзья, привет! Сегодня серия «В чем соль?» и сегодня у нас в программе хедлайнер гибридной тусовки Prius в 50-м кузове. И вы скажете, ну а какая может быть соль, кроме экономии? А у этой тачки целая куча фишек. Погнали! Первые пункты, первая фишка этой машины это необычная для... Вот я вам говорю, как житель Владивостока, здесь очень много машин, очень много японских машин, в том числе европейцев много. И внешность этой машины выделяется. Ночью едешь в пробки, стопы Prius 50-го ты видишь издалека. Даже днем ты видишь, и вот просто как магнит, внимание, твои глаза сразу же бросаются на него. Я думаю, это работает не только у меня. Первая фишка этой машины это необычная внешность, которая радует владельцев, когда они подходят к нему и когда они уходят от него. Хочется обернуться на эту машину. Технические фишки. Их очень много у этой машины, и это, наверное, будет самый большой блок. В чем соль этого автомобиля? Ребята. А куда? Серый ты видишь? А-а-а, даже стрелочка нарисована была. В четвертом поколении они обновили мотор 2ZR, он перестал заводиться как трактор, потому что когда он спит, ну, работает гибридная система, но он готов к старту, но бензиновый мотор спит. То есть, если у тебя открытый капот, и мы вот снимали много обзоров, ты такой стоишь и расскажешь, и тут заводится 2ZR просто как трактор. Они обновили, сделали мягче, они прям это прописали в описании модели. То есть, они знали, они знали, они брали обратную связь у пользователей, и те жаловались, не только россияне, кстати говоря. Они обновили всю навесуху, они обновили мотор, они обновили гибридную систему. А, кстати, у мотора бензинного стало 98 лошадей, у него 152 ньютона метра крутящего момента. Обновили гибридную систему, она была у 30-ки 60 киловатт, стала 53 киловатта, 163 ньютона метра крутящего момента. Они обновили планетарную трансмиссию, она стала меньше, и на 20% они увеличили ее КПД. То есть, они прям поработали над технической частью. Также еще сюда, ну, у нас кузов, да, стал чуть-чуть пошире, чуть-чуть подлиннее, жесткость, это все влияет на управляемость. Так они еще сделали что? Они батарею из багажника переместили под заднее сидение, как у Аквы. То есть, и это все влияет на распределение массы, и машина ведет себя лучше. Многие скажут, да, клиренс стал 13 сантиметров, на сантиметр понизили. Япония страна, где вот асфальт, он просто как стекло. То есть, это страна, где одна из немногих, где я вообще не видел каких-то ям, каких-то латок. Ну, я там, Токио, Икогамо, там, прочие крупные города я там был. Возможно, где-то есть, но на улицах больших городов просто асфальт как стекло. Их не интересуют запросы российских пользователей, что им там не хватает клиренса. Их интересует управляемость модели, ее безопасность, ее управляемость. Поэтому они понизили, вот, я думаю, ниже уже не пойдут, 13 сантиметров будет клиренс. А в России все равно поставят 2-х сантиметровые проставки, и в итоге у них клиренс будет 15 сантиметров. И черт с этой управляемостью. У нас машина эксплуатируется как? И на шашлычок, и на природу, и в офис, и на дачу съездим, надо помидорчики полить и так далее. Также к технической части отнесу следующее. Стоимость ТО. Мы недавно с Алексеем в гибрид-сервисе эту машину делали, разбирали батарею, чистили дросселя, там вообще много общались. Бюджет ТОшки, внимание, 4300, 4300 машина 2018 года. Какие технические вариации есть у 4-го поколения Prius? 50-й кузов, это у нас 1.8 мотор, 53 кВт гибридная установка, передний привод. 51-й кузов, это все то же самое, 1.8 мотор, 53 кВт гибридная установка, ее мощность, но батарея у нас уже не нитель-металл-гидрид, а литий-онная. В 55-м Prius у нас все то же самое, 1.8 мотор, 98 лошадей, 53 кВт мощность гибридной установки, батарея, нитель-металл-гидрид, внимание, полный привод. Бам! Россияне тогда просто запускали фейерверки. Наконец-то эта тачка стала выдовой. 4ВД реализована так же, как и у всех полноприводных Тойот. Через заднюю ось крутит электромотор, то есть не кардан. Смотрите, по энергоэффективности, что литий-онная батарея в 51-м Prius, что никель-металл-гидрид в 50-м Prius, вот в этом, разницы нету. Абсолютно! Литий-онную батарею не нужно обслуживать, не нужно чистить контакты, не нужно их проверять. Просто тачка бегает, 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 раз в год делать диагностику батареи. Смотри, чтобы у тебя линия зарядки банок была ровненькая и все в порядке. Все! Что еще хочется сказать? У него сзади стала многорычажка, а не балка. Как была в 30-м Prius, соответственно, у нас машина стала в кавычках нормальной, потому что балка сзади, ну, как бы в народе, это равно бюджетный автомобиль. Все, у нас многорычажка, поэтому 50-й Prius, это тебе не какая-то бюджетная шпана, это уже серьезный автомобиль. Без шуток. В общем, ну, комфорта будет больше 100%. Я знаю, вы ждете про расход, то что Prius, это же экономия. Да, действительно, смотрите, нам завод-производитель обещает расход 4.7 на 100 километров по городу. В реальности пользователи говорят 6-8 литров. В зависимости, кто как ездит, какой рельеф, зима, лето, кондиционер, печки. Все равно расход для такого автомобиля, грубо говоря, 7 литров. Сказка! Какие фишки у нас в салоне? Нас ожидают, покупая 50-й Prius. У нас обновленная полностью торпеда, она стала такой более массивной. У нас цветная приборка, которая рисует. Вот сейчас я вижу красивого Prius с открытой дверью. Класс! Все цветное. Я, знаете, я вот человек, который видит пиксели на мониторе, которые большие такие, знаете, чуть ли не квадратные. У меня прям кровь из глаз идет. Я живу в 21 веке. Сейчас, ну, качественный дисплей. Я вот могу только смотреть в качественные дисплеи. Достаточно такие яркие. Я не могу работать, когда у меня вот такие пиксели. В 30-м Prius у нас черная панель и зеленые циферки всякие были. Машинка нарисована, но тоже прикольно было. Блин, но все-таки эстет во мне страдал. И в полтиннике все цветное, все прорисовано. Очень все колесики крутятся у этого Prius. Сказка! По кнопочкам, расположения элементов, там, селектор, где парковка, вот здесь вот ванна такая. Это уже чисто субъективные какие-то мнения, нравится, не нравится. Я скажу, что мне нравится. Мне, в принципе, нравится все, что они сделали. Фишка 50-го Prius, в отличие от 30-го, это то, что они сделали более-менее нормальные материалы. 30-й Prius. Основная жалоба пользователей была какая? Какой он деревянный в салоне! Это я прям слышу эту интонацию за текстом. Все были недовольны отделкой. Но жизнь, немножко философии. Жизнь это компромиссы. Не бывает идеального выбора. Prius это все-таки массовый гибрид. Соответственно, он должен стоить доступно. И чем они пожертвовали в 30-ке? Дизайн кузова бомба. Мне нравится. 30-ка вообще. Вот, для своего вообще Prius всегда топ. Дизайн крутой. Техничка. Надежнейший мотор. Планетарка тоже не ломается. Батарейка 60 кВт. Вообще, к техничке нет вопросов. Они пожертвовали пластиком. Ну, не заморачивались особо салоном. Этим нужно было пожертвовать, чтобы машина стала доступной. И чтобы мы, россияне, с нашей валютой могли покупать, можно сказать, комфортно эти автомобили. Поэтому я понимаю Toyota. И я никогда не говорю, что, типа, мне не нравятся материалы в 30-м Prius. Не нравится покупать другие тачки. Нет денег на другие тачки, но ты хочешь экономить, покупай Prius. И смирись с тем, что у тебя пластик не такой, как в каких-то там топовых Toyota, Lexus, Nissan. В 50-м Prius они оставили, в принципе, тот же самый пластик. Поигрались им. Вот там, добавили немножко лакированного, добавили немножко углов на торпеде. Приборочка вот эта. Белый какой-то пластик выкрашенный. Получилось очень симпатично. Соль салона 50-го Prius в реальном обновлении для четвертого поколения, которое они сделали. Подошел открыть багажник и засмотрелся на задние стопики. Это шикарная задница. Будете спорить, либо нет? Мне очень нравится. Открываем. Так как это у нас лифтбэк, то мы получаем здесь комфорт езды седана. В общем, это микс универсала и седана. Ровного пола, конечно, здесь нет. Ровный пол у какого бренда во всех машинах? Кто смотрит наш канал внимательно? Правильно, у Хонды. Но у Тойоты все-таки приходится кидать матрасик, если мы хотим спать. Я недавно в Джесси купил в офис двухметровую палку, на которую вешаются трекинговые светильники. Два метра она. Что мне пришлось делать в Джесси, чтобы ее везти? Ой, вы бы видели. Пассажирскую сидушку опускаешь. Что-то там колхозишь, переживаешь. Ой, она вроде бы упирается в кожу, поцарапает. В общем, седаны. Но, конечно же, люди во всем мире, они выбирают все-таки практичность. Поэтому набирают продажи у нас кроссоверы, универсалы, хэтчи, лифтбэки. А седаны, к сожалению, они теряют популярность. Еще одна соль 50-го Prius, это, конечно же, его тип кузова, лифтбэк. То, что мы получаем микс универсала и седана. Практичность. Вот в чем соль Prius. Ребята, что хочу сказать по ощущениям от езды на 50-м Prius. Все то, что я говорил про жесткий кузов, новая платформа, то, что у него обновленные агрегаты, обновленная ходовая и прочее. Ты это все все равно чувствуешь как бы в совокупе. Тебе нравится езда, либо не нравится за данным автомобилем. В городе ты особо не почувствуешь то, что у тебя жесткость кузова стала выше и то, что он стал более маневренный, более острый на повороты, на рулежку. Ты это почувствуешь на трассе. Я раньше считал, что это вообще все фигня. Вот эти жесткие кузова. Чего они там маркетингом каким-то занимаются и описывают нам эти там нововведения в виде жесткости кузова. А реально работает. Я когда на своем GS поехал домой в советскую гавань, и я просто прошел 1300 километров налегке. Я ни на одной машине не проходил ее так легко. Хотя я ездил на разных тачках. На 30-м Prius, который нас, кстати, окружили со всех сторон, потому что 30-ки все-таки это еще массовый автомобиль, который все-таки преобладает. Вот 20-й Prius такси полетел. Полтинники только-только вот начинают вот оп-оп-оп-оп-оп-оп, а стопики, как ночью, ты в пробочке их видишь, и он сразу отличает. Ай, прям душа радуется. Люди выбирают современные лифтбэки. В чем соль езды на 50-м Prius? Ты едешь в современном, красивом, обновленном салоне с цветной приборкой. Я кайфую от таких вещей. И у тебя стала ходовая лучше, материалы стали лучше. В принципе, все. Все равно это массовый лифтбэк. И не ждите от него в базовых каких-то комплектациях, средних комплектациях какого-то космоса. Эта машина экономит бенз. Но сейчас ты экономишь бенз в комфортном салоне. И ходовка также тебе отдает вот этот комфорт от езды. Вот его соль. Ну что, подведем итоги. В чем соль 50 Prius? Все думают, что это только экономия. Но мы здесь собрали такие фишки, как красивый кузов, более высокая управляемость по сравнению с предыдущими поколениями. Реально обновленная техническая база, которая стала лучше. И получила даже полноприводную версию. Классно. Это остается до сих пор. Бюджетная машина. Сохраняющая бюджет. Блин, чуть ли не назвал его бюджетным. Сохраняющая бюджет. Ваш бюджет. На уровне топлива, на уровне запчастей, на уровне ТОшек. Эта машина все так же печется за ваш кошелек. Только доверьтесь ей. Основная соль этого автомобиля. Это остается бюджетный, практичный, недорогой гибрид. Еще он стал в четвертом поколении красивый. Это соль этого автомобиля. Друзья, если вы владели 10, 20, 30, 50 Prius. Прошу вас, напишите ваше мнение об этом автомобиле. Нравится ли он вам? Особенно будет интересно послушать людей, которые серийные Prius-оводы. Которые владели несколькими поколениями Prius и меняют один Prius на другой Prius. Мне просто интересно, почему вы любите эту машину. Может быть, я какие-то еще фишки не увидел в этой тачке. И мы просто упустили их. А вы, как владелец, который видит эту машину каждый день, эксплуатирует каждый день. Вы что-то добавите. Найдете соль. И напишите ее, пожалуйста, эту соль этой машины. Пока. Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.